всем приветствуем диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блунг тд6 и в этой серии я хочу попробовать сразиться с нашим новым боссом личом как раз который вышел на новом обновлении я чуть-чуть конечно поиграл посмотреть что он вообще из себя представляет потому что на самом деле сразу записывать видео не представляя ни малейшей информации о нем как-то не очень наверное будет и единственное что я вам хочу сразу же предупредить для тех кто может быть тоже захочет проходить так это то что лич могилорд лишает абзент бафа в процессе излечивается это как по мне очень опасная способность и я до сих пор немного не понимаю как она работает вот кстати чуть немного до проходил но до конца ни разу еще не было и сейчас мы посмотрим постараемся допроходить конечно первый раз когда я пытался все это выполнить так давайте поставим куда бы сделать вот сюда вы знаете наверное я поставил пока бесплатно сразу будем купить на бенджамина так вот когда первый раз играл у меня как бы знаете все хорошо было все отлично было те первые три класса прошел ну и подумал что вау этот босс кажется таким как бы легким даже легче самого этого первого а потом как он начал хиляться так я поплыл далеко и надолго так надо успеть бенжамина поставить и поэтому как бы были прям большие беды и на самом деле я не совсем понимаю именно какие бафы ему вредят точнее из-за каких бафов он хиляется чуть прокачаем потратили ну не страшно зато теперь у нас это обезьяна лучше будет стрелять и будем постепенно копить на банановую фирму потому что здесь прям очень много денег надо поэтому в целом то вот такие вот дела босс на самом деле интересный прикольный меня радует что давляют их новых что они не на одном все закончилось единственное что мне интересно будут ли они чередоваться или этот босс просто только в честь хэллоуина хотя навряд ли бы они это сделали только ради хэллоуина потому что слишком много времени бы затратилось так кстати давайте фирму первую нашу поставим как раз вот накопили уже и пока в целом и нормально проходим каких-то сложности нет у меня очень радует быть будем стараться в этом видео получить парагона нашего ниндзя нового чтобы легче было потому что мне так кажется что он идеально будет подходить он очень будет хорош все здесь особенно то вот а так я не знаю нам наверно надо будет обезьян бротиком еще вкачать чтобы она лучше справлялась и так в принципе хорошо еще я кстати проверял инженера я еще ставил инженера вот здесь у него радиус хороший на самом деле он так классно дефает прям очень здорово поэтому могу вам также его советовать если у вас например не дается бесплатная обезьяна самого начала вы можете вот сюда куда-нибудь поставить инженера и он надолго будет все справляться всеми и потом вы можете его вкачать по нижней линии до момента когда у него появится два пистолета там 4 такой вот и тогда он реально надолго его хватит и вы можете спокойно копить денег один дальше один стран в принципе то у нас очень даже неплохо как по мне идет к что обезьян с дротиками исправляться мы этим более включали правда я как понимаю нам скоро еще придется вкачивать или еще кое поставить потому что ред когда проходит все равно проходит а как бы до рынка нам еще копить и а то хотя бы бенджами нам приносит уже полторы тысячи принес ого теперь еще за каждый шар по доллару это тоже очень классная способность на самом деле очень много приносит особенно на начальных этапах потому что под конец то все-таки шаров меньше становится и как бы денег за них уже тоже меньше дают потому что одни муабы начинают лететь можем вот сюда попробовать поставить нельзя я бы в любом случае его поставил ну раз сейчас у нас как бы проблемы появляются то лучше бы его для подстраховки сюда же и поставить его мы будем потом качать на нижнюю линию до этой липкой бомбы чтобы она помогала справлять с мобами и как раз боссу тоже наносит большое количество урона так осталось 1000 всего до фермы раунда 2 наверное по крайней мере я надеюсь ну да в целом в конце этого раунда может очень должны накопить на все минуту тут много этих шаров пройдет наверное сейчас несколько да ладно хотя бы у нас сохранилась еще наши хп вот эти вот дополнительные не потратилось и на первый рынок мы как раз уже и накопили можно немного сейчас прокачать нашего ниндзя чтобы был и будем копить на вторую ферму сразу же будем готовиться идти и идти потому что чтобы к 40 раунду у нас их было уже несколько желательно вы знаете чтобы было где-то 6 их вообще к 40 раунду тогда мы накопим и быстро прокачаем нашу ниндзя и были будем идти дальше в отрыв пока тут что-то опасно посмотрите много тут шаров прошло ну кстати идеально все вышло давайте вот это ему еще в качаночек случай ну и теперь точно не должно быть каких-либо проблем сам начале так еще вкачиваем сейчас я еще этот рынок докачаю и будем стать алхимика алхимика немного вкачал посередине потому что посередине прокачка помогает разрушать свинец а у нас как раз таки и скоро уже этот свинец и пойдет все его сюда ставлю потому что он тут затрагивает сразу же три линия я пока пытался проходить это вот так и проверил потому что попыток у меня на самом деле было несколько я поля раза четыре играл и разное успел пробовать так алхимика поставили поэтому можем еще теперь бананную фирму продолжать устанавливать чтобы больше денег было так вот он хорошо их очень уничтожает потому что поначалу я не ставил алхимика а я сразу старался прокачать обезьянный ниндзя до световой бомбы это ведь во первых очень дорого а во вторых еще и не столько эффективно потому что на того же алхимика мы где-то примерно потратили тысячу всего которая нам сейчас вот быстро банановой фирмы и вернутся а там как бы тратить 2 700 конечно понимаешь там все равно и потом придется потратить но в любом случае хотя бы мы сейчас можем эти деньги вложить банановой фирмы а потом уже когда у нас их будет несколько будет легче все правильно надеюсь по крайней мере на это или что это моя тактика нас не подведет так все один рынок у нас уже четыре рынка хорошо что обезьян с дротиком тоже может стрелять по камуфляжу чтобы ни одной обезьяне нельзя приходилось с ними сражаться хотя в принципе мы его так вот вкачали я есть вообще нормально так посмотреть сколько шаров надо нельзя дать это стоит прям спокойно прошу очень еще рынок пятый уже у нас еще в принципе аж пять раундов до такого у ее и сейчас по моему будет немного проходить здесь бы я тогда арбалет прокачал и поставим еще один сразу одну банановую фирму еще плюсом в том что я вам советую прокачать знания дойти до такого знания когда рынки дают вам дополнительно хп здесь это очень пригодится потому что лич иногда они у тебя забирают твои хп и так то может потеряться вот действительно просто они все на отнимают даже не проходя то есть они не проходят туда и могут время временами тебе их просто отнимать ведь тогда еще на может первым попробуем поставить уж нормально все будет и бензамин кстати здесь тоже будет против него очень полезен бенджамин и вот эти все рынки потому что они нам будут давать много хп мы будем живучие здесь ай-яй-яй ну немного кстати ладно на проходила нам все равно сейчас будут давать хп дополнительные так давай тогда здесь оставил еще шпылька мед как раз как бы и на выезде и на везде стрелять и очень хорошо урон наносит ну и все он тут появился теперь нам надо быстро на липкую ломбу накопить накопили чего давайте здесь объем с бумерангом как я вспомню тут прокачку да я тут обычно ставил на верхнюю линию ну что верхняя линия как раз очень сильно помогает потому что сказать тоже как шпилька мед получается я бы еще поставил вот такой бомбометатель на него накопим и вот кстати действительно что этот не до очень неплохо урон наносит это все его липкие бомбы так много дамажит давайте немного уберем коренья у нас вроде пока нормально идет я надеюсь все идут по им можем писать еще один рынок параллельно так липкая бомба вроде должна с ним справиться вы могли только заметить у меня вроде бы немного хп отнялась и это как раз таки такая способность леча дурацкая не на не нравится так 5000 у него осталось то мы сразу же понятно поэтому отлетела нашел бомбометателя снаряд куда-то опасно конечно тяжело в этом плане все прям и дальше мы можем продолжать дамажить главное вот этим могу уничтожать я понял они действительно они прочнее самых обычных не это не очень нравится то что они опасные так все пух первый класс мы прошли у нас 15 раундов до следующего можем ускорить сейчас будем ставить рынке больше рынка больше денег может пока что наши объем то принципе справляется и сами ну конечно их тоже надо будет потом немного покачать справляется и справляться но вот хотя бы вот так пульсу обычно взял с дротиками прокачаю что сложности до возникают все равно некие можно здесь кстати деревню поставить на радар чтобы у нас еще здесь шпилька мед вместе с обезьян с бумеранком видели камуфляж и так как они же обычные обезьяны верхняя линия будет еще и усиливать вот все хорошо и теперь можем еще поставить банану в эффект и конечно же приема туда поставим здесь можем ставить о можем я просто думаю потом здесь поставить деревню и может быть она всех заберет кстати должна ведь потом тут еще вот радиус увеличу даже уже так и потом здесь еще поставлю чтобы у нас больше денег шоу это у меня тактика конечно алхимика может немного прокачать насчет целых 8 раундов до появления следующего класса босса много это включаем и теперь мы довольно таки сильны вот единственное что мне знаете интересно бафы от деревень они тоже считаются просто я тогда играл и по-моему эти бафы ничего и не давали то есть как-то он не хилялся от них и это меня на самом деле радует и тогда вот интересно от чего он хиляются потому что тогда сам первый раз когда играл у меня все хорошо получалось он очень сильно начал хиляться и я немного не понимал от чего это но я там использовал алхимика и я его прокачал на вечный отвар может быть вечный отвар ему так вот не понравилось что он прям полностью эти бафы забирал я еще тогда я даже кстати на запись это снимал я думал что сразу же попробую поначалу все нормально было я чуть смотрю почему вечный отвар не вечный почему как бы ему урон ничья почему эти бафы пропадают а потом я понял что они пропадают и он хиляются просто из этих бафов тому лучше этого алхимика на верхнюю линию не не качать так теперь у нас тут есть аж три центральных рынка дальше я оставил друида вот здесь ну и сразу же несколько поставлю и как раз таки когда я их ставил и много боялся в том плане что я их качал на нижнюю линию а нижняя линия что же бафы дает по можно было и подождите давайте уберем ускорение приема так ладно попробуем тогда вы также сделать это так вот принципе это все в его радиусе здесь у нас будет главный все остальные побочки как раз денег сейчас накопили можем себе позволить поставить и вот сейчас как раз будем проверять будет ли он поедать эти баба по моему он не должен и может быть этого уже и хватит если что-то будем на воплощение растет попить по крайней мере я надеюсь что нам этого всего хватит потому что вот урон сейчас идет как вполне неплохой вот видео немного отнимает хп что опасно было на самом деле вроде почти мосты уничтожили а как это проблемно было поэтому наверное все таки нам надо воплощение ярости сейчас срочно так пух еще один уничтожили нам надо побыстрее накопить еще денег теперь есть вот это воплощение ярости я надеюсь он будет быстро этим об уничтожить когда-то не возойдут ну да кстати вот сейчас намного стало легче и все теперь будем дальше прокачивать наши рынки вот смотрите какой урон идет про максимально быстро начал он уничтожать поэтому я всем советую в самом начале попробовать потом накопить на него так сколько нас 15 раундов у нас прям как-то это все отказать и каждый раз по 15 раундов нормально так он вскоре надо что-то такая медлительный мог идет и теперь наверное все постараюсь прокачать до центрального рынка не думаю что это много времени у нас займет так причем что у нас сейчас очень так неплохо остался приходить и у нас уже кстати о это не прокачал давайте кстати тогда проверю все а у нас уже что 10 хп вот что хотел сказать так то быстро очень копится это меня радует сейчас воплощение ярости вообще хорошо наносит не зря я успел прокачать потому что я так думаю если бы я его не прокачал мы бы скорее всего проиграли в том плане что как бы может быть мы его так и уничтожили но муабы которые спавнились от него они были слишком сильные то есть нашему объеме ниндзя и бомбометателю было очень тяжело с ними справиться он все ближе подходил и они все раньше спавнились следовательно все тяжелее тяжелее было вам как хорошо сейчас друиды так-то молниями бьют а где-то всего два вроде друида так сети даже не достают офигеть классно очень удобный скилл к нам бенджамин уже принес семнадцать тысяч ну уже восемьдесят даже практически так значит девять раундов одеть это неплохо зато можно еще успеть очень много всего сделать собственно чем мы и занимаемся и он почти уже все рынки даже и прокачалом так давай давай подходить сама тебя быстро уничтожим вон вот эти вот объем с бумерангами и шпильками так тоже очень хорошо помогает если что их потом еще дальше покачал то кстати все надо дальше и и прокачивать а мне надо вспоминать что лучше дальше ставить я тогда делал потому что я в принципе то помню что я в итоге ставил но и не помню какому классу что я ставил что будем смотреть может экспериментировать что-то новое делать в любом случае у нас еще 6 раундов до появления я так думаю мы еще немало денег успеем накопить к этому моменту ну другие ты вот эти вот с молниями мне прям они нравятся прям классно я бы может сейчас объединена напали с этот прокачал хотя не знаю вдруг мы сейчас вот это вот сделаем это нас может погубить хотя принципе насчет целых пять раундов и мы сейчас будем очень быстро эти все деньги получать а это конечно это погубит то все таки наверное лучше сделать так и сразу поставлю его сюда вот так вот как-нибудь сейчас уберу скорость вы поставить нам нормально все банановые фермы интересно мы так три сможем поставить нет три у нас тут скорее всего не влезет да это проблематично так и вот здесь еще принципе 1 влазит вот теперь можем ускорять нас три раунда как-то это уже на самом деле немного как бы но мы постараемся как можно быстрее а дальше до прокачивать и все и уже копить на все наши улучшения объеме деревне на всю приносит очень даже больше деньги это она уже самого начала принесла 35000 это не может не радовать потому что чтобы только продолжать и продолжать идти вот когда я только начинал играть на самом деле мне было так страшно стать банановые фермы особенно вот я сейчас понимаю что до босса как бы два раунда вы надо деньги все копить копить на прокачку а я дальше сейчас ставлю так очень опасно что было поэтому я сейчас принципе сделаю то что я хотел это вот этот скилл и вот этот скилл теперь увеличился радиус по всем попадает и видит еще и камуфляж там уже теперь должно быть легче враги так что я предлагаю сделать я предлагаю поставить вот это нашу взял у вас любимую чтобы она начинала всех дамажить уже конечно мы ее обязательно еще прокачаем за 100000 то что как по мне это очень нужная прокачка еще бы я бы хотел все-таки где не уолл стрит накопить на банановый централ я пока что даже не знаю так то новый босс пошел 245 тысяч у него хп на этот раз я бы не сказал что мы стали намного сильнее но мы стали намного как бы богаче в том плане что вы сейчас у нас каждый раунд будет приносить очень большие деньги но часто даже у нас все это за тысяча и посмотрим сколько вот за 81 нам дадут то есть уже два тысячи дали всего за один раунд уже 30 тысяч выходит и настолько что опять немного хп кстати отнялась андроид очень хорошо наносит ему прям очень радует меня так скоро мы на летающую крепость накопим как раз так я хотел хотя знаете может быть вообще друиду все это доверить ну что он как-то так уверенно совсем справиться вот у нас как-то 5 хп отнялась вы могли это заметить давайте банановый централ качаем и для него в 3 тогда раз к нашему друге иду и так нормально и кстати неплохо дамажит даже без друида очень здорово а сейчас еще друид подойдет во и вообще пошло хорошо хочу обзяние уолл-стрит качаем и будем самыми богатыми на районе так сколько у нас тут будет раундов до следующего босса а тут вообще 17 жесть мы только успеем сделать записанных раундов тем более тем сколько мы сейчас начали зарабатывать я тогда поставил ну что ли еще вот такой центральный рынок здесь навряд ли уже что-то поместится ой здесь поместится а как я поставил то понятно вот так больше рынков нам надо больше рынков тела и не так кажется в ближайшее время нам это хватит мы можем еще вот здесь что заставить нам этого будет достаточно блин мне что-то интересное вот этот скилл качал и я надеюсь что он не будет бахать потому что до этого я как-то не прокачивал до конца здесь я что-то на автомате дошел и нажал так деньги очень хорошо капают поэтому я точно летающую крепость эту куплю и я бы еще хотел поставить тоже мне очень понравилось как он стоит но полностью на верхнюю мощь апачи этих они будут очень хорошо помогать тем более что они будут пробивать любые типы шаров ну как бы и удобно можем мастер бомбометатели прокачать уничтожить ему а еще шаровой мастер алхимик я конечно не знаю на самом деле стоит ли это делать или нет но я бы хотел уж точно накопить на этого на парагона поэтому давайте сначала вот так вот я поставлю и вот так вот поставлю все теперь 600 тысяч и также я еще потом поставлю несколько прокачанных обезьян может быть мы как раз таки по тому раунду к боссу ты накопить потому что деньги сейчас очень хорошо идут уже сто тридцать тысяч причем раунд то еще не закончился ну вот сейчас закончился и у нас еще больше денег стало поэтому это все здорово так как у нас наносит один аз очень неплохо вертолетчик тоже очень классно с учетом того что он тоже будет летать он еще куда-то замедлить не точно замедлять то не будет то ли самое начало поставил парагон наверно скидем здесь у меня как бы тут и радиус величество есть очень много линий следовательно удобнее будет стрелять по всем 95 раунда у нас 320 тысяч блин как здорово на самом деле так много это прокачать его сейчас очень даже неплохо так деньги у нас идут как бы парагона знаете тоже хочется сделать такого крутого чтобы он и дамажил многое вот это все потом будем смотреть а пока что у нас вообще все идет нормально все два раунда но и с другой стороны нам как бы надо еще накопить 100 тысяч хотят лучше не а нормально что давайте тогда я какая-то прокачка подороже и вот где-то считается эти вот так вот поделаю ой все у нас босс уже ушел он пускай пока он идет я тут несколько так вот поставлю тем временем мы же продолжаем еще копить деньги так и посмотрим что он сочи по итогу идет мне вот две ой пятьсот двадцать пять тысяч много реально так-то много так денег у нас уже 600 тысяч как раз таки как нам и надо и сейчас тут наверно цене обкачаем и посмотрим как будет так будет но двадцатая степень кстати неплохо я тогда когда его создавал у меня было вообще степень 4 что ли а то двадцатая наверное все таки его сделать посильнее и вы посмотрите какой урон сейчас начал по нему проходить а парагон начал очень много наносить урона поэтому я всем советую на самом деле накопить на этого парагона против этого босса он он просто идеально справляется максимально идеально а если идти наверно на элитного на элитного там сто процентов надо и вот кстати опять прошли у нас 16 раундов до появления следующего чего нам сейчас поделать хоть еще на одного парагона карпи если честно с нашими деньгами то особенно так можем пробовать вот его поставить вот так вот навести чтобы сразу же на входе стрелял тоже неплохой будет урон когда босс появится я сниму и будет под моим управлением ходить у нас уже двести восемьдесят тысяч то есть может быть мы за двенадцать раундов не мы за двенадцать раундов сто процентов накопим я тогда нам предлагаю поставить еще господина объявка чтобы комбо такое вот словить причем бы нет вообще можно будет супер обезьяну полностью наверх качать попробовать я я немного не уверен в этой идее в чем я уверен так это в том что нам сто процентов на это денег хватит прям вот вообще ну давайте тогда хотя бы пока вот так вот поставлю вот так вот поставлю а главный господин глеб дабы его я не думаю что у нас далеко этот босс уйдет поэтому пускай хотя бы здесь будет так этого значит наверх качать ему уже практически накопили поэтому я наверное сейчас буду просто ставить вот так вот на разные чтобы степень ему повысить хоть как-то побольше как раз вложим с чем того нашего прогона потому что там мы как бы уже были на грани нам сто процентов надо было покупать а здесь у нас как бы еще шесть раундов и денег немерено мы можем хоть все наши рынки уже продавать потому что потом они нам не пригодятся а денег конечно нам принесут уйму и мы как раз на них можем столько закупиться то вообще все будет здорово ну как мне кажется я конечно не проходил еще последний класс но мне кажется что он все будет нормально прям с деньгами никаких проблем нет я их трачу без остановки а у нас их только больше становится вот вы уже не так это реально пытаешься тратить а те сразу больше дается мне кажется это было бы идеально я просто вообще тыкаю все подряд и везде подряд просто чтобы больше было так у нас три раунда еще есть даже два уже раунда но при этом я действительно нам предлагаю сейчас все рынки продать даже вот ускорение сниму продадим чтобы знаете нам глаза это не позволило что у последнего босса мы убили прям максимально круто ну что с одной стороны я так в себя поверил что мы его точно убьем мне кажется у нас не должно быть каких либо проблем все должно быть здорово а еще потом парагона создадим так у нас вообще так вы представляете у нас 116 тысяч ой точнее 1 миллион 162 тысячи здесь я конечно в десять раз ошибся ой все босс пошел сейчас я тут быстро еще немного покачаю пока ему тут пока сносится что-то а сносится ему не что-то а прям большие куски я бы сказал это от парагона кстати это вот эта вот бомба которая крепится она же у него явно прокачалась и как раз таки вот она и сейчас наносит очень большие урон так нам тут что 17 хп смесло как вы могли убедить у меня же сердце не хватило меня к такому не готовили так давайте все в робот создадим 31 степень хотя мы так много на самом деле потратили так странно так сейчас вот как раз блин такие липучки это бомба а на самом деле я вот сейчас пригляделся они так похожи на взрывные печати из наруто так прикольно ну наверное конечно они навряд ли только в одном наруто использовались ну как минимум вот прикольно вот сейчас вы можете как раз их заметить даже не верится но половину хп мы ему уже снесли причем спокойно так наверное надо прочную выбрать у нас именно так стрелял парагон вообще его не жалеет максимально такой урон ему наносит семьсот тысяч осталось ну это совсем чуть-чуть на самом деле уже потому что он и немного то пройти успел а уже у нас такой урон друид тоже хорошо по урону пошел объем с бумерангами очень классная объемная ниндзя парагон очень сильная на самом деле еще бы степень была у нее побольше как то вообще видно так и что восемнадцать тысяч что на восемнадцати тысяч все осталось а все мы прошли ну ладно победа лич побежден что у нас башни размещено восемьдесят девять и то из них половина это все для парагонов и рынке шаров пробита четырнадцать с половиной миллионов получено денег два с половиной миллиона пробита семь с половиной тысяч использована сил одна это вот как раз наш фермер использована способность пятьдесят семь объемная звезда это объемная ас офигеть я даже не не вникал что он так много нанесло урона очень здорово так награда то какая классная давайте посмотрим у нас что да как у нас как раз последнее обновление все это сделали дротиками тоже очень много урона наносит вертолетчик неплохо но взянат все равно покруче будет бомбометатель молодец друид хорош прям вот в самом начале он очень хорошо урон наносит конечно потом немного подздувается но так ему на замену здесь уже пошли парагоны прям быстро я их прокачал и у нас еще семьсот девять тысяч осталось мы могли еще одного парагона поставить но я уже его не очень хотел поставить мне не очень нравится в том что он засоряет всю карту но мне нравится все все хорошо мы победили все здорово отправляемся домой ну и вот первая моя как раз жетон за победу над этим боссом прикольная битва с боссом лич потом наверное буду стараться проходить элитного и заснять вам видео по этому поводу надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока